Новое поколение – гарантия успешного будущего. Под таким названием прошел круглый стол, организованный АНД. Ключевые вопросы встречи, проведение глубоких реформ и необходимые условия перемен. Открывая круглый стол, модератор мероприятия Ахра-Аристава дал оценку текущей экономической ситуации. Большая вера и надежда на новое поколение. Каждое поколение на разных исторических этапах решает определенные задачи. Сегодня наша задача выстроить все институты государства, чтобы наши граждане почувствовали все преимущества проживания в независимом, суверенном государстве. Спикеры говорили о важности человеческого капитала и необходимости использовать и развивать внутренние ресурсы. На встрече прозвучали мнения по резонансному вопросу ратификации соглашения по госдаче Пицунда. Политизировать, говорить о том, что кто-то не поддерживает это, потому что там нет какого-то курса президента. Я считаю, что это не совсем обоснованно и не совсем правильно. Каждый из нас, я еще раз хочу сказать, я сторонник очень близких отношений с Россией. Другого партнера у нас нет и быть не может. Но мы как граждане хотя бы должны понимать, если есть какой-то документ, который касается нас всех, хотя бы должны понять, зачем это нужно делать и кому. Если есть выгоды абхазского государства, абхазского народа, обсуждать надо. Основные причины отсутствия глубоких реформ, по мнению блогера Ливана Лаула, окроются в самой системе власти. Мы находимся в этом кольце, где уже долгие годы у нас власть перерекает из одной группы к другой группе и нет поля для появления новых сил. Ей сложно появиться, потому что и финансовые, и политические рычаги чаще всего находятся у власти, потом власть меняется и так далее. Поэтому мне кажется, что очень важно, сегодня тоже прозвучало, это чтобы больше сил, больше прав было на местах. Необходимость реформы, качественных системных перемен назрели давно, отмечали спикеры. По мнению экс-кандидатов-депутаты от ГУРа Лагвейлава, необходимо иметь возможность самостоятельно избирать мэров, глав администрации районов и сел. Единственные люди, которые в большинстве своем сами приходят, это городские депутаты, у которых вообще никаких полномочий нет. То есть наши представители, реально наши представители имеют полномочий. Им добавить полномочия, главы администрации районов, мэров, городов, всех надо выбирать. Даже глав сел надо выбирать, надо систему ответственности так выстраивать. Назначенный человек в первую очередь обязан тому, кто его назначил, это же очевидные вещи. О необходимости перемен в сфере медицины и здравоохранения республики рассказал врач Алхас Канджария. Среди основных – повышение квалификации специалистов. Если брать, допустим, систему здравоохранения, нужно это, на мой взгляд, это централизация районных ЛПУ. То есть сегодня мы, подведомственные учреждения у нас есть, это республиканская больница, это для других учреждений. Но если взять, допустим, какую-нибудь Афонскую больницу, это не подведом Министерства здравоохранения. То есть, да, и много-много других таких учреждений по республике. Это повысит качество оказываемых услуг взаимодействия, маршрутизацию в случае необходимости, в случае той же войны. На встрече говорилось, что политическая система, выстроенная ранее, сегодня не соответствует новым реалиям и зачастую приводит к политическому кризису. Спикеры сошлись во мнении, что реформы необходимы нашей стране. И для их проведения есть и знания, и человеческий ресурс. Эсма Голанзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.